как не слышно тяните связь качество связи мы сегодня с вами продолжим тему аль-уахи закончим начала ее и постараемся приступить к следующим тема которую у нас здесь то есть виды откровений в принципе можно как бы проник косвенно уже говорили ну посмотрим что говорится здесь непосредственно в этой главе да если мы рассмотрим как используется этот корень аль-уахи в куране и сумме на то мы увидим несколько видов упоминаемых на откровении и в общем их можно разделить на несколько видов которые мы будем упоминать на 4 да здесь будет упоминаться первый это откровение и это непосредственно да как там горны прокурантом или про про сунду да то есть мы имеем ввиду откровение которое направлено к пророком какое бы оно не было это может быть или в виде внушения да или там вот декламация в сердце то есть как такое наущение какой-то информации да или какое-то действие в во сне и тому подобное да то есть связано с непосредственно с пророками с пророческой миссии и здесь у нас есть далее да из кураном передается когда он достиг того возраста чтобы усердствовать вместе с ним он сказал на то есть это идет рассказ между ибрагимом и иссалям и исмаилем на то есть он когда он достиг того возраста чтобы усердствовать вместе с ним он сказал сын мой я вижу во сне что зарезают тебя посмотри что ты думаешь да и какой был ответ исмаила он сказал отец мой сделай то что тебе велено если аллах пожелает ты найдешь меня одним из терпеливых а то есть тут напрямую даже нету даже корни можно сказать от лохи но здесь непосредственно непосредственно вот эти слова ответ исмаила да своему отцу ибрагиму алейхиссалям говорит о том что данном случае вот этот приказ который был в этом конкретном примере во сне пророке пророку ибрагима алейхиссалям что это есть лохи да и ему следует подчиняться вот второй вид который здесь упоминается это тоже лохи исходящего от аллаха не пророком но другим людям на другим людям например упоминается у нас тоже из этого корня то вот это внушение которое было направлено на мать пророка мусы алейхиссалям да когда она по велению да то есть это не был какой-то там там непосредственно там разговор с ангелами или еще что-то да ну то есть по велению такому внутреннему получается она поставила в колыбели мусу да в в речку да с с надеждой что он к ней вернется мы внушили матери мусы корми его грудью когда же станешь опасаться за него то брось его в реку да то есть это по сути ну как бы так со стороны очень ну удивительно да то есть как бы бросили ребенка в реку ну как бы это не совсем такое обычное дело да то есть вот как будто вот что-то направляет ее бросить в реку не бойся и не печалься ибо мы вернем его тебе и сделаем одних одним из посланников то есть это тоже по сути внушение да которое сопровождалось таким вот как бы сделать какое-то действие да при этом не опасаться чтобы иметь такое четко четко уверенность в том что все будет хорошо да то есть это как бы не совсем обычное действие да кинуть ребенка ну так если мама допустим бы сделала то есть ну не совсем но если бы сказать вообще противоречит какому-то обычному поведению мамы да но тем не менее мы видим вот такой пример и это не было направлено к пророку да потому что муса алейхиссалям да он впоследствии как бы мы знаем что уже у него была пророческая миссия но внушение здесь да ну было к его матери третий пример третий пример это аллахи от аллахи которая направлена к ангелам да как мы знаем или как описывается в истории сражения при бедре и упоминается в коране в суре аль-энфель двенадцатом аяте вот твой господь внушил ангелам я с вами укрепите тех которые уверовали я же вселю ужас сердца тех которые не веруют рубите им головы и рубите им все пальцы да то есть мы видим вот это на тут юха роббука и здесь это направлено по отношению к ангелам да то есть первое мы понимаем откровение пророкам потом другим людям здесь уже пример на то что это откровение непосредственно к ангелам и четвертый пример это то что также есть примеры из курана и суммы на то что вот это внушение откровение да оно может быть направлено другие на другие творения то есть эти творения в нашем понимании неразумные 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 или как пример в куране мы видим то что внушение которое относится к пчеле или пчелам да как пример в словах Аллаха твой Господь внушил пчеле воздвигай жилища в горах на деревьях и в строениях то есть это что то такое как бы в данном случае как какой-то природный инстинкт да то есть вот вот это внушение то есть делать что то как природный инстинкт такой да то есть то что мы сейчас например понимаем как обычное да допустим для какого-то животного в данном случае непосредственно пример мы видим на пчеле да то есть мы знаем что вот они они так строят свои дома и для них это какая-то их особенность или также пример когда у нас идёт к этим к небесам он сотворил их семью небесами за два дня и внушил каждому небу его обязанности то есть то есть а если там можно сказать ну это как природный какой-то инстинкт то есть там животные разные да а здесь непосредственно уже к небу то есть это не ну не относится к какому-то животному да то есть это как творение и и да и внушил да и внушил каждому не каждому небу его обязанности то есть это по сути такая обязанность да или то что и часто мы воспринимаем как особенность например чего-то допустим там земли или вот в данном случае это небо мы украсили нижнее небо светильниками и оберегаем его таково предопределение могущественного знающего да то есть вот тоже интересный пример или земли это может быть направлено как например а также в суре в пятом аяте ну что было понятно еще предыдущая аятова когда земля содрогнется от сотрясений когда земля извергнет свою ношу и человек спросит что же с нею в тот день она расскажет свои известия потому что господь твой внушит ей это да то есть по сути мы видим что описанная земля как ну как да то есть она расскажет свои известия как это и что будет мы не можем сказать пока нету каких-то ну там достоверных источников на это да но мы видим да что здесь тоже есть вот это тот же корень который используется то есть и четыре вида здесь упоминаются можно сказать эти виды касательно того кому они направлены да то есть опять же это не все примеры это примеры ну как на каждый вид то есть и в каждом этом имеется ввиду что в каждом из этих пунктов могут быть другие примеры ну которые подтверждают то что там наличие этого пульта да в общем то есть мы видим пример с пророками мы видим пример с другими людьми мы видим пример с ангелами и с другими творениями да то есть другими творениями Аллаха с Англова то есть вот такие четыре вида здесь упоминаются и ну по сути здесь в этой вот такой теме это все что здесь есть ну маленькая здесь следующая такая тема она в принципе ну по-моему не столь прям принципиально но скажем про нее то есть есть те как бы темы исследования касательно откровений какие могут быть да то есть первое это в отношении то что в принципе мы с вами разбирали тоже в отношении определения да то есть определение того что же мы называем вахи да вот откровения и те разногласия или те различия в в каких-то ну в определении по сути откровения да то есть мы с вами говорили что есть там разные допустим мнение бывает да по поводу этого то есть некоторые говорят о том что аль уахи да это и алям аля очвир хафа то есть это как бы такое передача какой-то информации скрыто да то есть скрытым образом некоторые в этом добавили и к этому определению добавляли еще значение скорости да что это быстро делается то есть добавляли значение скорости и то же самое называли то есть скрыто и быстро да то есть что это это передача какой-то информации скрыто и быстро ну можно допустим основываясь на тех виды которые мы с вами разобрали да что то добавлять что то убавлять и и каждый из этих видов могут ну как-то чуть-чуть изменять вот это вот значение но вот вот те основные моменты которые или разногласия не могут вот все равно вот вокруг этого определения ну крутится да когда мы с вами говорили про определение помните там у вас было задание даже на прошлом уроке на прошлом по-моему по запрошлом уроке там мы говорили непосредственно вот определение того что касается к пророкам да то есть там можно добавить как бы определенные еще описание да чтобы было понятно что это откровение касается непосредственно к пророкам потому что если мы будем брать просто аль-уахи вот в тех значениях которые вот мы видим виды пришли да то есть и тогда ну не сочетать например тот же пример с муссой с его мамой да там или землей тогда оно все не будет в одном как бы складываться да то есть а вот вот эти вот это вот такое супер короткое определение оно как бы ну как бы под себя все убирает а если нужно какой-то конкретный вид уже уточнить тогда уже уточняется какими-то дополнительными еще описанием также к темам таким необычным темам касательно уахи которые может могут встречаться это то что собирается описание как мы в принципе тоже упоминали на предыдущем уроке описание того каким или как сахаба описывали например состояние пророка алейхиссалям в то время как он ну как не сходило на него откровение да если это было вот явно видимо им да то есть там например какой-то хрип или как там у него какое-то было придумано обморочное состояние обморочное состояние или там выступление пота да то есть какие-то вот описание возможно внешний какие они могли ну как бы считать или увидеть услышать да вот во время миспослания здесь как бы следует добавить что ну ну учитывая то что это состояние да которое они могли описывать если это не было озвучено пророком непосредственно как например описание да или его да как внутреннего состояния да он там скажет что вот это вот для него там самое трудное то есть мы понимаем ага что там он испытывал например трудности в таком-то неспослании для него но придумать да описать ну какое-то внутреннее да состояние на вес задалили на это недопустимо то есть только берется внешне да то есть вот они видели выступает пот ну да это можно писать там или слышали там какой-то звук например или видели как-то там вот ну такое общее да например состояние слабость еще что-то вот додумывать придумывать что-то что в чем не пришло явное доказательство да недопустимо потому что это из то есть это то скрытое знание в котором ну идти в религии да мы не допускаем да то есть если это что-то там ну такое отдельное какое-то изучение может там медицинских да на конкретном вот сейчас там человек это одно дело но какие вот то что мы видим в шариатских да знаний то есть мы берем только доводы в таких вопросов из Курана и Сунны а не каких-то ну там интерпретаций возможно хорошо по сути вот эта глава у нас ну и первое первый раздел из вот вот этой нашей главы закончился это по поводу уахи и мы перейдем инжалла с вами к следующей главе разделы здесь это ну зуль Курэн вам будет необходимо так как мы ну здесь на прошлом уроке и на позапрошлом да уже два вот три урока у нас это заняло так подведем итоги у нас будет домашний по вот этой части первому разделу в данном виде вопроса инжалла мы еще с вами ну посмотрю вот так вот повторим в виде вопроса на следующем уроке инжалла вот и перейдем к следующей теме следующая тема у нас ну зуль Куран да здесь мы будем с вами я надеюсь все понятно сестры если что-то не ясно пишите в чате как-то вот так притихли подозрительно меня слышно все нормально все понятно вопросов нет да хорошо все хорошо пишут остальные кто не пишет не хорошо все понятно хорошо тогда идем дальше в этом втором разделе здесь у нас будет три темы первое это начинание ниспослания как это было ниспослание второе ну такая тема да это первое то что ниспосылалось из Курана и третья тема здесь будет это ниспослание Курана на семи харфа иншалла мы будем по мере того как оно приходит разбирать вот эти три темы в этом разделе с вами такое вступительное слово да как бы в названии что это ниспослание Курана и какая вообще связь между между с этим между этим видом как были темы можем так сказать который здесь приходит с с другими науками Курана да во-первых этот вид знаний этой науки да именно как часть потому что да это множественное число соответственно вот такой можно сказать про как он связан с другими такими темами как науками которые входят в эти науки да то есть оно как и множество идет да оно непосредственно тоже связано с алюахи про который мы говорили с откровением да то есть предыдущая тема она ну как бы не прямо идут рядом вместе да с вот этой темы да также да то есть да да также у нас причины неспослания тоже здесь интересно будет связана вот эта тема да когда изучает то есть она тоже самим ну ну неспослания неспослания курана связана также знания аль-макки у аль-мэдани то есть меканские и мединские суры также связаны с темой которую уже сегодня озвучила которую мы будем разбирать это неспослания курана на семи харфах если говорить о том какая связь между тем вообще между неспосланием курана с аль-уафи то можем сказать что неспослание курана оно не бывает без откровения да потому что по сути неспослание курана есть само откровение то есть они как бы ну это неразрывные части да то есть когда мы говорим неспослание курана это по сути один из ну как бы видов откровения да то есть более конкретный потому что например мы говорили про то что откровение неспослание пророкам и оно бывает разными в разных так сказать вариациях и куран это одно из этих вариаций плюс ну как бы специфическое для пророка мухаммеда да и там есть особенности но это по сути как бы с ним неразрывно да поэтому их нельзя сказать что это какие-то отдельные прям вот что это можно разделить вот прям одно без другого не бывает ну если можно сказать главы может быть мне кураном то куран это ну однозначно а пablo и также не бывает причина неспослание то есть такое темы да вот когда мы говорим про из послания там причина неспослания какого-то аят это не бывает без неспослания самого ну то есть мы только можем говорить про причину неспослания если этот аят в принципе был неспослан Соответственно, они, опять же, очень тесно связаны. Также, когда мы говорим про мекканские или мединские суры, они также не могут быть вообще про них говориться, если мы не понимаем, что эти суры были, или аяты из этих сур были неспосланы. И мы тогда уже понимаем, что это неспослание было в Мекке или в Медине, или какие были моменты, что мы отделяем, или как бы причисляем это к мекканским или мединским. То есть, по сути, они, опять же, неразрывны. Также, когда мы говорим про харф, которым читают, то есть из семи харфов, мы не говорим про какие-то харфы, кроме как те, которые были неспосланы. Соответственно, это тоже тесно связано с неспосланием. И, соответственно, это одна из первых тем, которые, опять же, здесь упоминаются, потому что оно тесно связано с многими другими последующими темами, которые упоминаются в Люмил Кура. Итак, первое здесь – это «Иптида иннузуль вакейфия», то есть начинание неспослания и способ, так сказать. «Иптида иннузуль» – начинание неспослания. Неспослание ангела Джибрииля, алейхиссалям, к пророку, саналлаху, алейхиссалям, как мы знаем, началось в Гар-Хира, и это было таким знаком, который свидетельствовал о том, что началась пророческая миссия пророка. То есть это как бы такой призыв и явный такой знак о том, что вот начало, как такой звон, то есть вот начало пророческой миссии. И это, неспослание первое, было из пяти аятов, первых пять аятов из суры Аляляк. И это не было полностью сура вся, но мы знаем, что это было пять аятов. «Читай с именем твоего Господа, который сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь Господь твой найщедрейший, который обучил посредством пера, обучил человека тому, чего тот не знал». Ну, мы не будем углубляться в значение этих слов, да, то есть это про них можно говорить очень долго, не знаю, часами, днями, и много лекций по этому поводу, да. Ну, нас интересует непосредственно сам факт неспослания, что было неспослан и так далее, то есть касательно как бы предмета обучения в Люмин Куран, а не там Тавсир или тому подобное. Да, то есть, конечно же, про само содержание, значение и так далее. можно говорить долго. Но, да, мы говорим о том, что это было начало неспослания Курана, в принципе, да, и оно для, на пророка, саллаху алисалям, соответственно, как бы людям, которые известно, да, что вот это первый аят. также, ну, есть про это много историй, да, я думаю, много знают об этом, когда учили Сиру, пророка, саллаху алисалям, про это также упоминается, говорится. И также три аята есть, которые указывают на начало неспослания. И это, ну, следующие аяты, которые мы упомянем. Да, сура аль-Баqara, 185-й аят. В месяце Рамадан был неспослан Куран. Верное руководство для людей. Ясные доводы из верного руководства и фуркан. Ну, это мы продолжение. Тот из вас, кого этот месяц застанет, дома и здоровым, должен поститься. А тот, кто болен или находится в пути, пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднений. Он желает, чтобы вы довершили число дней и возвеличили Аллаха за то, что он провел вас верным путем и чтобы вы были благодарны. Ну, здесь, как это было слово? Ну, долей заключается вот в начале, да? То есть в месяц Рамадан был неспослан Куран. Верное руководство для людей. То есть есть указание на то, о неспослании Курана. Смотрите, Куран в общем, то есть тут описание идет в общем, что месяц Рамадан был неспослан Куран без конкретизации. Смотрим дальше. Аят 3-4, Сура от Духан. Мы неспослали его благословенную ночь и мы предостерегаем. Мы предостерегаем. Да? То есть этот третий. Аят? Вот, не связала. То есть здесь про что говорится? Смотрите, здесь чуть конкретнее идет. Мы неспослали его благословенную ночь. То есть если в первом примере тут говорится просто в месяц Рамадан здесь говорится про благословенную ночь. Далее идет следующее, Сура Тал-Кадар. Первый аят. Поистине мы неспослали его в ночь величия. Да, то есть еще конкретизация то, что называется у нас Илайя Тул-Кадар. То есть эти три аята в принципе указывают на ниспосылание. И они все указывают ну то есть как бы внешнее ее значение говорит о ниспосылании, о первом ниспосылании Кур'ана пророку саллаллаху алейхи ассалям. Да, то есть так бы внешне оно так у нас так выглядит. И если мы их так объединим, что это все было в ночь определения, а ночь определения она в месяц Рамадан, и то, что это ниспослание Кур'ана, да, к пророку саллаллаху алейхи ассалям, оно как связано напрямую с указанием на прямой путь людям, да, так же вот в Аяте в Суре 185, который в принципе вот я уже упоминала, 185, да, упоминала, но еще раз, да, то есть верное руководство для людей, ясные доводы из верного руководства и фурка, то есть это вот уже читала, то есть внешне мы смотрим, вот, что здесь говорится про первое ниспосылание. Ну, дальше смотрим более подробно у нас есть такое понятие, как нузуль аль-джумли, то есть ниспосылание целиком, так это назовем, пускай целое ниспосылание, и будет еще у нас нузуль аль-муфарак, это следующая тема, здесь, ну мы возможно мы сегодня не дойдем до нее, чуть-чуть возьмем нузуль, ну посмотрим, может успеем, то есть у нас есть нузуль целиком, вот это да, ниспосылание, и какие у нас есть на это лили, то есть у нас по сути мы увидели здесь про то, что про лили туркадр, про шага рамадан, и здесь мы смотрели да, вот первые яд, какие непосредственно, да, что упоминается, то есть знаем тоже, что эти первые яды тоже в шага рамадан, и ну, когда описывается Куран в общем, да, что как направление на истинный путь как бы можно понять как в общем про Куран, да, то есть оно так вот видимо в общем, хотя потом идет конкретизация, так вот, вот это полное неспослание, да, целиком, дошел до нас довод от Ибн Аббаз рода Лавангу в своем тавсире, когда он описывал тавсир к первому аяту сурат Ал-Кадр, да, он, ну, можно говорить, поистине мы не спасли его в ночь величия, что он говорит, то есть он говорит о том, такие моменты как бы уточняющие, чтобы ну, то прямое значение, которое понятно вот просто непосредственно, уточнить, что это неспослание, про которое говорится в этом аяте, о том, что Коран был неспослан на небо земли, да, то есть мы с вами сегодня, кстати, упоминали там вахи, говорили о том, что Аллах создал семь небес, да, и вот получается небо земли, то есть самое нижнее, как раз вот оно в этом связке, чтобы было понятно, что это имеется ввиду, что неспосылание Корана на или самое дуне. И также есть довод от Саида бну джубейра от Ибн Аббаса, да, то есть тоже Ибн Аббас здесь вспоминается, рода в описании этого же аята он сказал, что это неспосылание Корана в ночь предопределения полностью, то есть целиком, одним, как бы, целым, да, на вот это небо земли, да, то есть как бы нижнее небо в нижнее небо. И неспосылание Аллаха пророку салулаху левасалям часть его, ну, часть его, да, то есть постепенно. И здесь что имеется ввиду? То есть по сути это неспосылание, ну, и он здесь упомянул еще вот аят один, да, к неверующим и неверующие сказали, почему Коран не неспослан ему целиком за один раз мы неспослали его так, что крепи, и так, чтобы укрепить им свое сердце и разъяснили его размеренно. То есть по сути, чему здесь или что здесь имеется ввиду? То есть имеется ввиду, что одновременно это описание, оно описывает одновременно, оно не противоречит одно другому, но оно описывает одновременно как бы два неспосылания, которые произошли вот в этот в один период. Это полностью Корана в сама Дуне и опять же Лели Толкадр часть Корана, которая имеется ввиду вот эти первые пять аятов, которые я уже сегодня вам упоминала. То есть целый Коран и пять аятов. И поэтому, когда говорится целиком неспосылание, то есть имеется ввиду, что это не целиком пророку Слава Хаврисалям, потому что ему было частями неспосылалось, а целиком на вот это небо Дуне, да, то есть как бы жив на нижнее небо, да, на нижнее небо. И здесь очень ну как бы такой маленький или нюанс, да, я вам сегодня говорила о том, что такие вопросы, которые касаются ну так сказать потастороннего какого-то мира, который мы не знаем, в нем нету додумок и чтилят какой-то да там что-то там такого и соответственно ну нельзя предположить, что это нечто такое, что как бы ну придумано. этот да, как говорится хабар гайби, то есть это какое-то извещение, которое ну потастороннее, да, то есть это не не может быть придумано просто, его нельзя ощутить, да, и оно идет с достоверной цепочкой ибн абаза и нету никого из или нету таких долилей от достоверных от сахаба, ну других каких-то сподвижников, которые бы противоваречили или которые бы говорили, что например, вот это изречение, да, оно неверно. также важно сказать, что оно не может интерпретировано быть как такое, которое пришло из Исраэлият, да, то есть Исраэлият это какие-то данные, которые пришли от Бен-Исраим, то есть ну иудеев, потому что можем сказать, что даже в самой Медине проживали иудеи и соответственно у них тоже были свои афер, как бы, да, свои истории, так как они ну хоть в каком-то искаженном виде, но продолжали религию Мусы алейхиссалям и конечно же есть какие-то моменты, которые даже в шариатских каких-то книгах могут быть упоминаться как Исраэлият, но если это не касается там Акыды, а просто какая-то история, там, например, про пророков может что-то, да, там, например, пророк Муса, и иногда то, что там ну какой-то детали могут браться из, если это недостаточно, или как-то для красочности что-то может какая-то деталь набраться из тех источников, которые приходили. Соответственно, так как этот хабар, он хайби, то есть он касается ну таких знаний, какой-то довода на то, что это Исраэлият не может быть. Почему? Потому что это извещение связано непосредственно с Исламом. Это касается Курана. Понятно, что про него ну как бы не могло быть знаний до того, потому что он был неспослан уже во времена пророка алейхиссалям и пророка Мухаммада саллаху алейхиссалям. А если мы говорим про Исраэлият, то это как бы со времен Мусы алейхиссалям. То есть чуть-чуть другой даже период. Поэтому то, что они могли взять или он это мог взять оттуда исключается. Да, то есть никакого предположения, что это оттуда не могло быть. И поэтому это извещение является доводом в этом в этой теме. То есть в этой теме, что имеется в виду два неспосылания как бы в одном. И то, и другое в этот смысл входит. вот. То есть это неспосылание целиком, оно не противоречит неспосыланию начальному уже пророку саллаху львасалям. То есть они как бы были, можно сказать, параллельно. Это полностью и сюда в этот же период, ну там или это прямо вот в одно мгновение, или это с маленьким промежутком, ну как бы тоже в лейля-тар-хадр это уже ну как бы такие детали не не принципиальные и здесь мы это не видим, но как бы оно говорит вот об этом. Да, то есть нету какого-то проблемы в том, чтобы эти два неспосылания они были одновременно в один период и чтобы они были все ну или было два их в ля-ля-тар-хадр да, то есть мы видим как бы они налаживаются одна на другую потому что этот аят он несет в себе одновременно два вот этих значения, да, то есть его можно интерпретировать как и то, и то. Есть асар, который говорит об этом и какого-то ну там явного явного явной проблемы в этом тоже нету, чтобы это действительно принять, то есть оно как бы подходит. Ибн Абес да Рагалагуану, да, который умер в 68-м году по Иджири, он хотел в своем вот этом описании, да, это в Сирии этого аята, он хотел как бы обратить внимание на вот этот вид неспосылания, да, хотел просто обратить внимание на вот этот вид неспосылания. И почему? Потому что его ну невозможно было понять, кроме как ну через извещение, да, и если первое, то, что оно было неспослано, так как начало там непосредственно к пророку, да, там мы видим вот через хадисы можно было это проследить, также Леля Талкадр, мы знаем, что это было там Леля Талкадр, это они могли понять, да, то вот это неспосылание целиком, это только можно через было, ну, через какой-то хабар, то есть через какое-то извещение. Здесь оно не представляется как хадис, да, но тем не менее то, что это говорит Ибн Аббас, который ну является сподвижником, который ну как бы отличается, своей праведностью и так ну то есть можно про него много чего хорошего говорить, говорит о том, что он не мог такое ну то, что из Аэль Милхайб придумать самостоятельно, да, то есть до него дошел этот хабар, и он его озвучил в описании, чтобы в описании, чтобы было непонятно ну его это в Сире, да, вот этот момент. и вот это неспосылание целиком, ну с ним не связаны никакие ахкям другие, да, то есть какие-то положения, то есть ахкям никаких нету, кроме того, чтобы как бы объяснение вот этого такого высокого положения умы, да, и ну как бы такая честь, да, неспосылание, вот Коран, то есть как бы такая важность, да, что он был неспосылан в такой день, то есть какого-то другого там особого смысла, да, или каких-то ахкям с ним не связано. и то, что это неспосылание является как бы особенность также Корана, да, в отличие от других книг, которые были, то есть это его отличие, это его особенность, и Аллах знает лучше в этом случае, да, то есть как бы такая честь, в принципе, да, то есть мы знаем много описаний чудесных там значений, произношений, смыслов, и много-много всего, да, вот, что связано с Кораном, и в этом, и в том числе, вот это, его отличие, то есть во всех вот собираний Корана, то есть Коран, это книга Аллаха, которая отличается во многих моментах, моментах, да, с другими книгами. Правильно ли сказать, что между ними не было никакой связи? Ну, я не знаю, что вы имеете в виду, как это влияет на что-то, я не могу даже рассказать, ну, не было связи, ну, как, ну, связь, ну, что-то было связи, как между ними связи не было, ну, даже то, что это Коран, и то, это уже какая-то связь есть, то есть как нет, несмотря, что вы имеете в виду, да, то есть я скажу, что там, не знаю, там, Хадиджа и Фатима, у них нету никакой между ними связи, ну, что вы имеете в виду, если они что-то не общаются, а может у них там какая-то десятая бабушка, там, прабабушка была родственница, то есть уже у них связь, то есть тут такое, ну, как бы, что этот вопрос дает, или что им конкретно, не знаю, наверное, все-таки есть какая-то связь, все-таки, но, как бы, какой смысл в этом вопросе, ответ на нем, я не знаю, вот что, да, хорошо, продолжим здесь эту тему, что будет тема, и это не с послания целиком, да, опять же, повторяемся, что это из Аль-Мил-Гайб, да, то есть это, как бы, то знание, которое невозможно, ну, человеку как-то там посидеть и придумать, да, то есть это то, что непосредственно должно прийти как извещение, и мы в это, как бы, верим, если этого не знаем, то просто и не придумываем, да, то есть не то, что не верим, то есть это есть, мы в это верим, если есть Далиль, про это не сказано, но все не сказано, как бы не придумаем, не ищем, как бы, что-то, каких-то домыслов, да, то есть оно не играет какой-то роли, просто как знание, и оно не входит в те вопросы, которые можно спросить, например, как это происходило, то есть опять же, если нету конкретно каких-то доводов, придумать, сказать, да, как оно происходило, то есть мы можем сказать, это происходило там посредством Wi-Fi, допустим, или это какой-то там мысленный, ну, то есть этого нету, поэтому про это не нужно спрашивать, а как это было, почему, да, то есть мы можем какие-то вопросы, например, ну, как бы скрупулезно, что-то там докапываться, но вопросов по-состороннюю, то, что у нас не дошел Хаббар, мы не спрашиваем, как, и так далее, то есть про это, да, это сокровенно, про что мы не можем спросить, если об этом не дошел до нас какой-то довод, запретны такие вопросы в этой теме. Ну, то есть это то знание, которое только Аллах Спонаталья может знать, если оно не было непосредственно нам передано, да, как, например, пророка, когда он ушел, там, ему это знание передали, он мог передать уже там с подвижником и они уже нам, но если оно не было каких-то моментов, значит, просто оно упускается. Так, то есть здесь там разумом думать, как оно может быть, представлять этого не то, что нежелательно, это, ну, нельзя это делать, да, потому что это, ну, как бы не приведет к истине, да, то есть этого, если его не было, значит, это не, в этом нет блага, чтобы мы знали, да, или в этом нет какой-то пользы, просто мы знаем то, что вот до нас дошло и ограничиваемся, благодарим Аллаху за то, что он дал нам именно эти знания в этом, в этой порции, и это для нас достаточно, и мы это принимаем, и, как бы, довольны этим, вот, и некоторые люди, как бы, несмотря на всю такую, ну, запретность, да, этого, могут или есть, кто начинает, ну, как бы, размышлять по этому поводу, включать свой разум, как это могло быть, да, там, с точки зрения, например, современного, ну, мы можем так себе представить, да, что это, может, раньше казалось как-то невозможно, сейчас это, в принципе, даже не очень так удивительно, что это могло бы так быть, то есть это, но, как бы, придумать, что это, как конкретно, да, вот, какие-то мелочи, и как некоторые люди думают или писали об этом и говорили, это приводит к, ну, к искажению, да, потому что, ну, они не могли быть свидетелями, и поэтому исследование словам Ибн Аббаса, который, вот, передал данным этот довод, этого достаточно, и это, как бы, первоочередно, чем исследование каким-то, ну, придуманным, надуманным уже, там данным или даже не данным, а предположением каким-то, да, касательно же Джабрииля, алейхиссалям, он непосредственно принимал, да, Коран от Аллаха, с Панавета Аля, да, без каких-то посредников, то есть, у него между, у него не было посредником, как, ну, как у некоторых из ученых, например, ну, в этом, они не знают какой-то, ну, не могут прийти, может, к этому мнению, то есть, некоторые думали, что Джабрииль, алейхиссалям, брал Коран от ангелов, да, в Байт-эля-иззя, вот, как он был неспослан, да, и что он был от ангелов уже брал этот Коран и не спасался, или не спасал уже эту часть от пророку своего, алейхиссалям, да, ну, здесь мы видим, что все-таки он напрямую брал от Аллаха с планом от Аля, и касательно вот этого неспослания целиком, оно связано с агли-сэмэ в дуне, да, то есть, оно связано с обитателями, так сказать, вот этого нижнего неба, потому потому что, ну, имеется в виду полное, да, то есть, мы говорили, что, по сути, вот эти аяты, они охватывают полное неспосылание, плюс начало неспосылание, то есть, оно, как бы, как будто были одновременно они, да, или, явно, как будто одновременно, если мы возьмем, да, ну, может быть, там имеется какой-то промежуток небольшой, который входит в этот промежуток времени, то есть, здесь мы не можем как бы знать это точно, то есть, этого нету, поэтому мы как бы не зацикливаемся на этой разнице, она, в принципе, нам ничего не дает. и нету каких-то аферов, да, то есть, нету каких-то доводов, которые бы говорили, что это неспосылание целиком касалось бы обитателя Земли, да, то есть, как бы, то есть, мы видим, что это непосредственно связано с небом, а если мы говорим про начало неспосылания, то есть, вот, первые аяты, то уже здесь мы понимаем, что оно связано с обитательным Земли, да, то есть, уже то, что было непосредственно связано с началом откровения в виде Корана, первых пяти аятов, потому, потому что именно это и показывало, ну, или как бы эти аяты, уже неспосланные людям, они были вот этим направляющим, направленный путь текстом, да, то есть, а не то, что было на небе, да, то есть, они того еще не видели, это до них еще не дошло, а вот то, что было им неспослано, это вот первые эти аяты, ну, и впоследствии остальные. Альхамдулля, вот эту часть мы с вами взяли, и на следующем уроке, начало продолжим. По этому моменту какие-то вопросы есть, или все понятно? Таза, можно вот этот обзор еще раз перевести, я что-то, может, упустила, или... И что, какое? 74-е, это неспослание целиком, да, оно не связано с какими-то, ну, хокмами, то есть, оно, в принципе, просто как хабар, то есть, оно ни на что не влияет, да, то есть, например, сказали бы, ну, допустим, этого хабара не было, что было неспослание, мы бы знали, что неспосылается по частям, Коран, все, он дошел до нас, вот мы собрали все, то есть, он ни на что как бы не влияет, никакой хокмам, ни с каким хокмам он не связан, но оно говорит про шаров, да, то есть, про как бы, про ту честь, которая получила исламская умма, то, что Коран вот как бы так целиком был неспослан на небо, это было там ангелы, да, то есть, и потом по частям был неспослан, то есть, это как бы вот особенность, показывает, что Коран, он особенный, он не такой, как те книги, которые были неспосланы, хотя они тоже были от Аллаха, но они не такие, они были вот как бы сразу там в таком виде, а тут вот как бы особенность, как честь для уммы, показывающие достоинства ее, да, потому что это особая характеристика для этой книги, в отличие от других, то есть, мне и особенность, ну и все, то есть, вот это значение этого абзаца. Поняла, диза кеда ухэра. Маяки. Еще вопросы? Хорошо, вопросов нету, альхамдулля, я рада, что мы с вами закончили вот эту полутену, если еще раз Мишала продолжим, темы такие уже пошли интересные, Мишала вам тоже интересно, и встретимся с вами в воскресенье, б'язнилля, баракаллаху, субхану калагу мау би хамди ка шаду аля и лехаля антаста хрик ватабу алейкум ас-саляму алейкум в рахматуллахи в баракату. Продолжение следует...